Посмотрите, какая у нас красота получилась, посмотрите, какая она жёлтенькая, красивенькая. Сейчас я вытащу семечки, и мы продолжим с вами. Друзья мои, меня зовут Алла, я живу в Провансе, отсюда и название моему каналу Провансалочка. Я хочу вам сегодня показать, как я чищу тыкву. То есть вот уже один кусочек обрезан, почищен, вытащен в внутренности. Тыква, она имеет очень твёрдую корочку, поэтому есть возможность, вероятность порезать свои ручки. Поэтому я не рекомендую, так как я работаю очень много с тыквой, я сама её выращиваю. Я не рекомендую вам чистить тыкву, когда она целая, то есть ещё не помытая, не разрезанная. Вы должны её сначала ответить в кусочек, который вы хотите использовать сегодня. Остальную часть вы должны завернуть в пищевую плёночку, закрыть срез, положить в холодильник. Она хранится очень долго. Либо потом почистить всю, разрезать на кубики и заморозить порционными частями в мешочках, чтобы потом можно было использовать в течение зимы. И вот таким образом, вот я вам рассказываю, я сама уже почистила, видите, одну четвертинку. Ни в коем случае не чистите тыкву вот таким вот образом. Ни в коем случае она не должна быть на весу. Корка настолько жёсткая, что вы обязательно поранитесь. Поэтому я давно приловчилась вырезать тыкву кусочками и потом ставить её на поверхность доски. Доска должна быть достаточно, как на пластмассовой доске, в таких тоненьких листочках. Лучше не чистить её. Во-первых, она будет скользить. Во-вторых, вы можете прорезать её ножом, потому что нож должен быть достаточно большим и острым. И вы порежете просто свой стол или там. И ни в коем случае на весу ставим, чтобы тыква не болталась у нас. И вот таким образом счищаем все. Я так недавно научила свою пачерицу. Она говорит, ну надо же, я всю жизнь мучилась с этими тыквами. Не могла её ни почистить, ни очистить, ни нарезать. Так что вот, прекрасная альтернатива. Разрезали на кусочки, поставили. И вот так потихонечку, в любом направлении, как вам удобно, обрезаете эту корочку. Потом перевернёте ещё раз. И дочистите дальше. То же самое с нарезанием на кубики. То есть нужно быть очень осторожным, чтобы нож не сорвался. Поэтому, либо нож должен быть достаточно большим, вот таким, как у меня. Естественно, очень острым. Тупым ножом вы ничего не сделаете. Маленьким ножом вы ничего тоже не порежете. Вот есть сорта тыквы, которые помягче. Вот это вот у меня тыква. Патимарон удивительно. Несмотря на то, что она молодая, она уже достаточно жёсткая. Поэтому, смотрите, как можно разрезать тыкву. Её можно нарезать вот такими кусочками. И я это буду сейчас резать на своей помощнице. Либо вам придётся резать это всё тонкими дольками. И нарезать ножом, кубиками, как вам нравится. Я, например, люблю резать это всё на своей помощнице. Это даже на ней трудно. Она жёсткая, понимаете? Поэтому, если сейчас совсем... Нужно очень аккуратно. Но так как я хочу, чтобы у меня конфитюр... Все мои кубички были нарезаны одинаково, я буду резать на своей помощнице. Вот у меня будут такие одинаковые дольки. Если нет, то тогда вы должны нарезать тыкву тонкими ломтиками. Если вам... Смотря для каких целей. Если тушить, то можно и побольше. Если на варенье, то, конечно же, лучше поменьше. Если вы будете потом это варенье взбивать блендером, то можно тогда резать любыми кусочками. Видите? Можно и ножом, но нож должен быть большим. Ну, а я пока на этом прощаюсь. Так что работайте с тыквой, и чтобы ваши ручки были целы, всё-таки прислушайтесь тому, о чём я вам сказала, ваша промазалочка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!